Шведская стратегия по борьбе с распространением COVID-19 вызывает огромный резонанс в мире. Это единственная страна в Западной Европе, где до сих пор не вводился карантин. Регистрация точного количества инфицированных не вошла в ряд приоритетных задач властей Швеции. Более того, там просто перестали вести статистику по выздоровевшим, сообщает корреспондент нашего канала. Сейчас выглядит в эти дни столица Швеции Стокгольм вот таким образом, как вы видите. В крупнейшей скандинавской стране продолжают работать детские сады, школы, рестораны, общественный транспорт. Тем временем насчитывается там почти 15 тысяч зараженных COVID-19. Число зарегистрированных смертей выросло до 1540. Главный эпидемиолог страны по-прежнему считает, что большинство шведов должно переболеть коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет. Премьер-министр этой страны заявил накануне местным СМИ, что борьба с коронавирусом – это личная ответственность каждого. При этом премьер не исключил, что кризис будет длиться месяцы. Особую тревогу выражают члены королевской семьи. Наследница шведского престола, кронпринцесса Виктория, выступила с обращением на главном телеканале страны. Швеция и все те, кто живут здесь, находятся в положении, с которым никогда не сталкивались прежде. Положение серьезное, тягостное, но не безнадежное, из которого мы обязательно выберемся, даже если цена будет высокой для многих из нас, ценой человеческих жертв, потери работ, а для кого-то делом жизни. В это тяжелое время так много тех, кто приходит на помощь всем сердцем и проявляет заботу. Я говорю о вас, медработниках, и тех, кто так или иначе вносит огромный вклад для того, чтобы мы справились с этим кризисом. Я хочу поблагодарить каждого из вас.